Сегодня мы расскажем о том, как в последний раз спастись от сатаны. Что значит спастись от сатаны? Это когда сатана вовлекает вас в грех, и вы теряете весь контроль. Я поделюсь с вами одной тактикой. Это поможет вам уберечь себя в последний момент и спастись от совершения греха. Так в чём же суть этой тактики? Когда вы попадаете в ловушки сатаны, и сатана ставит вас в такую ситуацию, в которой, казалось бы, вам не избежать греха. То есть все предпосылки для совершения греха имеются, и вы настолько искушены, чтобы впасть в грех, и вы теряете контроль. Кажется, что вы вообще не контролируете себя, чтобы отказаться от этого, или выбраться из этой ситуации, или же совсем отойти от всего. Что вы чувствуете? Словно очерченная чёрная дыра, втягивающая вас в себя, и кажется, что вы неизбежно впадаете в этот грех. И это последний момент, чтобы спасти себя от этой безнадёжной ситуации. Есть то, что я называю «строптивый уход». И данная тактика настолько надёжна, практична и полезна, для меня самого и для многих из тех людей, с которыми я поделился с этим. Поэтому я и хочу поделиться с вами с этим в этом видео. Я говорил об этом во многих моих семинарах, и мы пытались применить это. И отзывы, полученные мною от студентов, посещавших эти семинары, просто феноменальны. Данная тактика кажется столь практичной и мощной. Я не придумал это всё. Я заимствовал это от пророка Юсуфа, мир ему. Это когда жена Аль-Азиза пригласила его, чтобы совершить грех при любодеянии. И то, как поступил в этой ситуации пророк Юсуф, мир ему, было просто феноменальным. Позвольте объяснить суть, скрывающуюся за этим. И что есть «строптивый уход». По сути, каждый грех является словно рецепт. То есть есть химическое уравнение. Необходимо наличие всех составляющих в одном месте, чтобы возникло взаимодействие и влияние друг на друга. Чтобы они выдали конечный результат. Что с точки зрения аналогии, рецепт является конечный продукт. Понятно, да? Если вы уберёте один из важных и основных составляющих этого рецепта, то не получите продукт. И в химическом уравнении, если вы уберёте одну из важных составляющих или один из основных реагентов, то вы не получите конечный результат, коим является химический продукт. Вы не сможете получить его. И грех тоже похож на такой рецепт. В данном случае сатана – это химик. Или же сатану можно рассматривать как шефы. Так что сатане нужны все ингредиенты, чтобы сделать продукт. Он нуждается во всех реагентах, дабы составить химическое уравнение. И самым главным ингредиентом являетесь вы сами. Потому что если вас нет здесь, то вы не можете совершить здесь грех. То есть если вас нет в определённом месте, то вы и не сможете совершить грех там. Так что вы являетесь основным ингредиентом. Поэтому сатана как бы соединяет вас вместе с другими составляющими условиями, чтобы вы совершили грех. Итак, когда Юсуф Мирему был приглашён женой Аля Зизы, всё было идеально для того греха. Он был там, женщина была там. И была уединённость, так как она закрыла все двери и окна, что никто и не мог знать, что там происходит. И первоначально пророк Юсуф Мирему был её слугой. То есть она могла командовать и приказывать ему, и он должен был повиноваться. Всё было идеально. Она звала его, как бы давая понять ему, чтобы он сблизился с ней и совершил грех при любодеянии. Но Юсуф Мирему сразу же сказал, «Я ищу убежище у Аллаха от этого, и я не из неблагодарных Аллаху за его добро ко мне, и я также не из неблагодарных твоему мужу, который относился ко мне хорошо». Так что же пророк Юсуф Мирему сделал? Он помчался к двери. Он вышел из этой ситуации здраво. Он не позволил себе даже на мгновение подумать о чём-то. И не стал даже раздумывать и говорить, «Дай-ка подумаю, как же мне выбраться из этой ситуации? Или, может, я приближусь к ней?» Но так, чтобы не полностью впасть в этот грех. Он не сказал ни одной из этого. Он просто закрыл глаза, не думая ни о чём, и сразу же сосредоточился на одной вещи, чтобы исчезнуть из этого места, то есть удалить основной ингредиент. Поэтому я и называю это строптивым уходом. Словно твёрдое, непоколебимое решение избежать греха. Итак, уйдя один раз из такого места, вы не можете совершить грех, потому что вас там нет. Не хватает всех составляющих. Поэтому вы просто не можете совершить грех. Что же вы делаете? В основном, чувствуя, что вы попали в ловушку, то есть сатана настиг вас, так? Все составляющие греха имеются, включая вас самого. И вы искушены и чувствуете себя, словно находитесь в чёрной дыре, засасывающей вас настолько сильно, и такая всеохватывающая тяга, что кажется, вы вне контроля. Но всё, что нужно сделать, просто приглушите этот процесс мышления. Остановите его. Остановите, чтобы не могли дальше думать. И всё, что нужно сделать, скажите сами себе, «Я ухожу отсюда». Я просто ухожу отсюда, и начните уходить. Можете даже начать бежать. Да, бежать, потому что именно так и поступил пророк Юсов, мир ему. Он помчался к двери, а она побежала за ним. Поэтому бегите к любому выходу из этого места. То есть поспешите, не думая о чём бы то ни было, не обманываясь мыслями. Просто сосредоточьтесь полностью на том, чтобы убраться из этого места. Просто бегите оттуда. Там ведь есть дверь. Откройте дверь и бегите. Идите, идите, идите. Подальше от этого места, не думая. Не поддавайтесь мыслям. Говорите себе определённые вещи, типа «Я ухожу, ухожу, ухожу». Это помешает вам думать о грехе, отдалит вас от этого греха. А также заставит вас перестать думать о возможном получении наслаждения от этого греха. То есть полностью перестаньте думать об этом, говоря о такое, и решительно отдалитесь физически от этого места. Тогда вы не впадёте в этот грех. Из своей практики и из отзывов людей, которые я обычно получаю, я пришёл к такому выводу, что у греха имеется одна особенность, и это его пик, основное время. Это может быть 5 минут, 10 минут или же час. Если вы сумеете выбраться с того места, где предполагается совершение греха и где имеются все условия для этого, просто уйдите оттуда, ну хотя бы на полчаса, или может даже на час, ну или может на 5 минут, за это время ваше желание приглушается, понижается, что вы уже не чувствуете столь сильного соблазна. В момент самого пика заставьте себя покинуть это опасное место. Теперь, после того, как вы покинули это место, у вас имеется больше самоконтроля. Вот это я и называю строптивый уход. Примените это в безнадёжной ситуации, она настолько сильна. Это помогло мне, это помогло столь многим людям, которых я знаю. Это стоит того. Некоторые люди попробовали, но это не сработало с ними, а причина в том, что они не практиковали это, не повторяли в обычное время. Как я обычно говорю в своих видео, если вы это заметили, вы должны практиковать определённые вещи в обычное время, и они окажут вспомогательное воздействие, придя в нужный момент, они пригодятся. Так что в обычное время, да что там, даже прямо сейчас, после просмотра данного видео, всё, что вам нужно сделать, придайте себе настроение, словно вы хотите согрешить. Вы искушены? Вас одолевает сильное чувство притяжения совершить грех. Поставьте себя в такое положение. А затем, внезапно, оборвите это греховное чувство. Просто скажите сами себе, я ухожу отсюда. И просто со всей силой, физически, уйдите из этого места, из этой комнаты. Откройте двери и покиньте эту комнату. Если вы в здании, то покиньте это здание. Если вы в определённом месте, будь то ваш офис или же спальня, просто уйдите из этого места. Это репетиция, а не реальная ситуация. Сделайте так 10 раз. И делая это, тщательно настройтесь развить в себе новую привычку. И это, как правило, приглушение нахлынувшего соблазна. У вас получится. Попробуйте это 10 раз, вспомните завтра, попробуйте снова. Или же вечером попробуйте ещё 10 раз, ну и так далее. И вы увидите, как эта привычка закрепится, и для вас станет очень легко подавлять любые наплывы чувств, ведущие вас к совершению греховного. И затем, если вы реально попадёте в беду, вы очень легко сможете выбраться из такой ситуации, потому что вы много практиковали это. Но если вы не практикуете, я не гарантирую вам, что это поможет вам, потому что тяга к греху может быть настолько сильной, что ваше желание подавить себя или же выбраться из того места, возможно, не переломит ход в вашу пользу. Понимаете? Поэтому вам нужно практиковать. Это доказано практически для людей, особенно молодых, которые имели опыт просмотра порнографии. Им это реально помогло. Потому что, как правило, они делают это сами, используя свои телефоны, планшеты и так далее. И, находясь в уединении, они поддаются соблазну. Выбросьте свой гаджет из рук. Или, если это ноутбук, просто уйдите из этого места. Или скажите себе, я ухожу, я ухожу. Я не хочу грешить, я не хочу грешить. Я боюсь Аллаха. Я боюсь Аллаха. Продолжайте говорить это. Так вы не даёте волю своим мыслям. И буквально физически удалитесь из этого места. Возможно, вы найдёте друга, с которым могли бы проводить время. Или поговорить с кем-то. Постарайтесь подавить этот пик, и вы обретёте состояние самоконтроля. Если вы попробуете это пару раз, то сломите в себе зависимость совершать грех. То есть, попробовав пару раз, иншаллах, вы станете способны трансформировать тягу к греху в нечто хорошее. Надеюсь, что это видео принесёт вам пользу. Если да, то поделитесь с этим видео с друзьями, своей семьёй, создавая этот позитивный эффект, который окажет своё воздействие. Спасайте больше людей от наущений сатаны, от его уловок и капканов. Это очень простой совет, но, как я сказал, вам нужно практиковать его в обычное время. И оно пригодится вам в трудные времена, когда действительно будете нуждаться в нём. Если вы нашли это видео полезным для себя, не забудьте поделиться им всеми, кому оно может принести пользу.